Сейчас рубрика для тех, кто знает, что тренировать нужно не только мозг, но и тело. Многие великие писатели с удовольствием совмещали спорт и литературную деятельность. Так, например, автор американского романа «В дороге» Джек Керуак занимался американским футболом. Занятия спортом помогли ему получить стипендию и поступить в Колумбийский университет. Кстати, важнейшей фигуре бит-поколения на этой неделе исполнилось бы 97 лет. А что, о спорте или нет, читаете вы. Мартин Иден, так как эта книга учит нас стойкости, она учит нас тому, что никогда не нужно сдаваться и всегда нужно достигать своих целей. Главный герой этой книги Мартин Иден, который достигает своей цели, потому что он любит девушку Руфь и ради нее он готов на все, что угодно. Он с низкого сословия, но это не мешает ему стать образованным человеком, и эта книга учит нас очень многому, и я действительно советую ее всем почитать. Я вот всегда советую одну книгу Пелевина, которая называется «Затворник и Шестепан». Это совсем небольшая повесть, но она имеет как бы философский такой аспект. Очень-очень важно человеку молодому осознавать себя на самом начале пути, где ему навязано, обществом, где он должен сам решать. И вот в этой книге очень хорошо так на уровне образов таких. Образ Вирджинии Вульф часто ассоциируют с филологической девой, которая совсем не вяжется со спортом. Но мало кто знает, что писательница с удовольствием играла в крикет. А что советует прочесть телерадиожурналист Алексей Калинин? Один из писателей, который произвел на меня громадное впечатление когда-то, это Александр Беляев, российский и советский писатель-фантаст, которого, в принципе, еще называют русским жюрием верным за его какие-то такие пророческие идеи и невероятный вклад в научную фантастику. И, пожалуй, наверное, это был единственный писатель, произведение которого я перечитывал заново. Потому что, во-первых, это интересно, а во-вторых, каждый раз, когда ты взрослеешь, становишься старше, в этих произведениях ты находишь что-то новое. Взять «Пиратка Рипского моря». Все смотрели этот фильм. А у него есть «Остров погибших кораблей». Практически про то же самое, но все по-другому. Или «Мстители» сейчас взять, все смотрят. Но ведь там есть «Звезда Кэтс» и тоже про космос. И вот что отличает его романы, к примеру, от сегодняшних фильмов и комиксов, и романов про супергероев, там есть немного сказка. У него все честно и у него все по-настоящему. Потому что ты начинаешь читать, и ты понимаешь, что это про завтра, это про сегодня. И там нет героев, но там есть харизматичнейшие люди, которых, может быть, можно назвать сегодняшними героями. И они все реалистичные. А какие литературные новинки приготовил нам Март? Третье место. Наполеонов Абос. Книга вторая. Белые лошади. Долгожданная сага Дины Рубиной. Второе место. Кристина Далчер. Голос. Роман поддерживает растущий тренд борьбы за права женщин в обществе. И первое место. Поход Михаила Тарковского. Произведение рассказывает о буднях российской глубинки конца 20 века. И у меня на этом все. И помните, что литература – это лучший спорт для разума.